Три, четыре! Красная лента перерез на обновленной амбулаторию в поселке Бабино начинает свою работу. Я родилась в этом поселке, я знаю, что здесь было. Благоустроили полностью, как в частной клинике. Мы довольны. Сама программа по поддержке инициатив стартовала в 2013 году. Тогда пять северных районов Нижегородской области стали ее участниками. Дальше больше. Вот так в прошлом году по программе местных инициатив в Петряевке был открыт обновленный фельдшерский пункт и библиотека. А в Гавриловке благоустроили сквер памяти. Сама идея программы, она родилась из посыла, который нам дал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это посыл о том, что именно население должно определять на местах действия власти. Главное условие – это инициатива самих жителей. Они же и контролируют, как идут работы. Новым амбулаториям в Держинске остались довольны. Значительно улучшились и условия для работы медицинского персонала, и для пребывания в больных. Как вы уже заметили, то в холле стоят прекрасные диванчики, чего у нас раньше не было. В этом году конкурсный отбор прошли 468 программ. Благополучателями стали полтора миллиона нижегородцев. Финансируются программы из областного местного бюджета. Часто помогают и спонсоры. Обязательные условия не менее 5% от заявленного проекта должны собрать сами жители. В нынешнем 2018 году мы собрали деньги за рекордный срок за неделю. Нужные 5% со стороны населения. Ремонт дорог и благоустройство дворов, основление памятников и мест захоронений, а также строительство детских площадок и спортивных комплексов. На это просят обратить внимание обычные нижегородцы. В 2019 году программу продолжат соответствующие решения, принял губернатор Глеб Никитин. Не изменится и размер финансирования порядка 250 миллионов рублей выделят на местные инициативы из областной казны. Но заявки на участие можно подавать уже в начале 2019 года. Светлана Вахранева, Алексей Завылов. Время новостей.